Азербайджан не перекрывал Лачинский коридор, миротворцы спокойны. По словам азербайджанского аналитика, российские миротворцы должны осуществлять контроль над Лачинским коридором, который осуществляется беспрепятственно. Это подтверждает и заявление Минобороны России. Как передает АЗ. Изи, если официальная позиция Еревана не изменится, то Азербайджан продолжит операцию, заявил в беседе с Ньюз. У азербайджанский политолог Фархад Мамедов. По его словам, Баку готов уничтожить армянскую военную инфраструктуру на своей территории, в Карабахе. Азербайджан требует от армянской стороны домилитаризовать регион, использовать новую Лачинскую дорогу и принять окончательное решение относительно Зангизурского коридора, транспортный маршрут, который должен соединить Нахичевань с восточно-зангизурским экономическим районом Азербайджана. Ньюз.ру, если по этим трем позициям будут приняты конкретные решения с армянской стороны, будет продвижение с российской стороны, то мы получим хоть какие-то подвижки. Но сегодня в мирной повестке нет ничего, есть только пустые слова, какие-то комиссии, группы, телефонные звонки, а в результате ни одного решения, говорит эксперт. Продемонстрированные накануне видеоролики доказали, что армяне скапливают в регионе войска и тяжелую технику. Для того, чтобы обезопасить регион от последующей эскалации, нужна домилитаризация территорий временного пребывания российского миротворческого контингента. Получается, что азербайджанская сторона допускает возможность продолжения спецоперации и это укладывается в рамки соблюдения трехсторонних заявлений. Во всяком случае, с точки зрения любого государства, военные меры на своей территории оправданы. Первый пункт трехстороннего заявления гласит, что вооруженные силы остаются на тех позициях, где они стояли в ночь с 9 на 10 ноября 2020 года. Но из-за того, что Армения не выполняет четвертый пункт соглашения о выводе армянских вооруженных сил из Карабаха, азербайджанская сторона вынуждена принимать решительные меры. По заявлению секретаря Совбеза Армении, которая прозвучала на прошлой неделе, становится ясно, что они не выводили оттуда воскресенье почти в течение двух лет, а значит, так и не выполнили этот пункт соглашения. Поэтому Азербайджан был вынужден принять меры на своих международно признанных территориях. «Мы не собираемся мириться с нахождением там незаконных вооруженных формирований», — сказал Мамедов. Как отметил политолог Фархад Мамедов, мандат российских миротворцев может быть принят только после выполнения армянской стороной всех пунктов трехсторонних заявлений. Только тогда они смогут принимать какие-то меры для решения конфликтных ситуаций. Согласно трехстороннему заявлению, в Карабах был введен РМК, но там не прописаны его функции, — отметил Мамедов. Единственное, что отмечается в документе, — это контроль над Лачинским коридором, который и так сегодня осуществляется беспрепятственно. Это подтверждает и вчерашнее заявление Минобороны России. Азербайджан не перекрывал Лачинский коридор. По функционалу, обозначенному на бумаге, у российских миротворцев там никаких проблем нет, никаких других функций российским миротворцам никто не предоставлял. При этом их физическая безопасность также учитывается во время проведения операций.